Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Быть болельщиком российского гроссмейстера Яна Непомнящего – очень тяжелая ноша. Очень часто этот, без сомнения, талантливейший шахматист нашего времени преподносит своим почитателям горькие пилюли в виде нестабильной игры в ответственных соревнованиях. Напомню, вчера Ян Непомнящий в блестящем стиле одолел китайца Ван Хао, а сегодня в шестом туре играл против другого китайского шахматиста Дин Ли Женя. Партия, откровенно говоря, получилась валидольная. Соперники как будто бы решили в этом поединке исчерпать весь лимит ошибок, отведенных на это соревнование. Поединок действительно получился очень напряженным и интересным, и мы с вами незамедлительно приступаем к его разбору. Итак, Ян Непомнящий играл белыми и пошел Е4. Китайский шахматист ответил ходом Е5. Конь Ф3, конь С6 и слон Б5. Испанская партия, черные играют А6, слон А4 и конь Ф6. 2-0 слон Е7 и белые избирают вкратчивый ход Д3. Очень популярное в наши дни продолжение среди шахматистов самого высокого уровня. Белые надежно защищают пешку Е4 и пока еще не раскрывают всех планов развития ферзевого фланга. После Б5 следует слон Б3 и Д6. В этом положении белые могли избрать С3. Типично испанский ход с целью спрятать слона на С2, коня поставить на Д2. Но Непомнящий избирает другое продолжение и играет А3, сохраняя слона на диагонали А2-Ж8. После рокировки на С3 он ставит своего коня. Стоит отметить, что эта же позиция встретилась двумя годами ранее, также на турнире претендентов в поединке российского гроссмейстера Корякина и того же Дин Леженя. Там китаец сыграл слон Ж4. После слон Е3 конь Д4 произошел размен, конь Д5-С5. И после А4 слон Е6 еще раз разменялись на Ф6, скушали на Е6, ФЕ ферзь Е2. В итоге получилось противостояние коня и слона. И в дальнейшем соперники очень быстро разменяли тяжелые фигуры. В Эншпиле силы этих двух легких фигур оказались равны. Несмотря на то, что в заключительной позиции у Дин Леженя было даже целых две лишние пешки. Но там была просто крепость. В нашем же поединке непомнящего и Дин Леженя будет похожая картина. Эти фигуры будут противостоять друг другу. И проследите, какова будет судьба каждой из них. В этой позиции конь А5 сыграл Дин Лежень. Вместо рассмотренного ранее слон Ж4, слона 2 играют белые и слон Е6. Непомнящий играет Б4. Рано или поздно коню нужно будет отступить назад. Но прежде чем отойти, черные размениваются на А2. Конь С6. И здесь Ян Непомнящий исполняет стандартный маневр. Целью которого является захват центрального пункта Д5. Думаю, шахматистам, которые не очень знакомы с ним, будет очень полезно овладеть этим приемом. Слон Ж5 играет Непомнящий. Его цель поставить коня на Д5, разменявшись на Ф6. Конечно, при такой пешечной структуре чернопольный слон черных будет плохим. Ферзь Д7 играют черные. Взяли на Ф6. Забрали. И конь Д5. В этой позиции Дин Лежень спокойно мог сыграть слон Д8 с целью пойти конь Е7. И либо разменять, либо прогнать сильного централизованного белого коня. Но китаец прекрасно понимает, что размен на Ф6 не является сильной позиционной угрозой со стороны Непомнящего и начинает игру на ферзьевом фланге, ставя пешку на А5. Непомнящий также верно оценил последствия взятия на Ф6 и поступил иначе. В случае размена на этом поле, белые должны были считаться со взятием АБ, ну а сами брать на А5, конечно, не хотели, так как пешка А3 становилась слабой. Поэтому ладья Б2 после размена черные могут спокойно сыграть Ф5, раздвоить пешки, короля поставить на А8, ладью на Ж8. Другая ладья отлично расположена по линии А, позиция примерно равна. Поэтому здесь Ян Непомнящий отходит ладьей на П2, уступая крайнюю вертикаль ладье черных, но после размена на Б4 слон Д8 он играет С4, создавая угрозы пешке Б5. В этой позиции черные играют конь Д4 и происходит размен коней. В итоге получилось искомое материальное соотношение, конь против слона. Кстати, это другой конь, не тот, который стоял на Ф3, когда мы его сравнивали со слоном, стоящим на Ф6 в партии Сергея Корякина. Но этот централизованный конь на Д5, очень красивая фигура, с другой стороны очень важно этого коня сохранить, потому что черные могут пойти неожиданно Ж5, и после С6 этот конь просто будет пойман, так как его ограничивает пешка Д4. Поэтому белым нужно быть на чеку, и Ян Непомнящий очень точно разыгрывает эту позицию. Он играет ферзь С2, создавая угрозу взятия на Б5, и дальше конь бьет С7. Черные в этой позиции спокойно могли сыграть С6, прогнать коня на Ф4, и дальше на слон Ж5, конь Е2. Ладья ФС8. В этом положении черные ладьи отлично расположены и готовы ко вскрытию игры на ферзьевом фланге, в то же время как пешка Д4, конечно, неприкосновенно, после конь Д4 последует слон Ф6, и белые остаются без материала. Но Дин Лежень С6 сразу не играет, ставит ладью на Е8, и Непомнящий делает очень тонкий ход Ж3. Это одновременно и форточка, и подготовка возможного Ф4, и стеснение того же слона Д8. Он на Х4, например, встать не может, ну а если он встанет на Ж5, то пешка Ж3 поможет его согнать с помощью того же Ф4, либо даже Х4. Вот такие позиционные тонкости в исполнении Непомнящего. Дин Лежень забрал на С4, и ферзь бьет С4. Белые создают позиционную угрозу зажима ферзевого фланга. Сыграв Б5, они к месту пригваждали пешку С7, и создавали очень серьезную слабость в лагере черных. Поэтому ход С6 буквально вынужден. Белые отходят конем на Ф4, и после слон Ж5, конечно, не позволяют черным разменять своего коня. Непомнящий отходит на Е2. Пешка на Д4 сейчас уже в опасности, потому что, в принципе, конем уже здесь забрать вполне возможно. Поэтому Дин Лежень играет Д5. Конечно, нельзя брать ферзем ввиду того же хода слона Ф6. Поэтому белые забирают пешку, и после взятия отходят ферзем на Б3. В этом положении, конечно же, у белых отличные шансы на ферзем в фланге, где у них сильная проходная пешка. Черные пешки сдвоенные. По сути, белые, не забрав на Д4, отложили кушанье до лучших времен. Это одна из важнейших позиций данной партии, фактически первая из них. В этом положении Дин Лежень, у которого на часах сохранялось достаточно большое количество времени, нужно было срочно принять меры против проходной пешки белых и заблокировать ее как можно раньше. Этой цели способствовал ход ладья ЕБ8. После Б5 блокируем пешку, и на ладья ФБ1 слон Ф6. В этой позиции белые играют король Ж2, конечно, имеют определенное преимущество, но позиция черных достаточно крепка. Непонятно, каким образом можно подступиться к ладье Б6. Слабости по линии Д также, пока надежно защищены. И здесь предстояла долгая борьба, конечно, при определенном позиционном преимуществе белых. Но Дин Лежень решил сыграть активно. Он пошел Х5. После Б5 сыграл Х4. И на Б6 поставил пешку на Х3. Этим данная партия перекликается с поединком Непомнящего против Ванхау, где сам Непомнящий дотолкал пешку до Х6, играя белыми, и создал большие проблемы черному королю. Забегая наперед, скажу, что эта черная пешка на Х3 также будет весьма неприятна для белого короля. Но Непомнящий предпринимает определенные профилактические меры. Играет король Х1, освобождая поле Ж1 для своего коня. В случае чего можно потом на Ф3 пешку поставить и перегородить диагональ Х3, А8. Ладья ЕБ8 играет здесь Дин Лежень. Белым нужно внимательно относиться к своей проходной. Если бездумно дотолкать ее до седьмой линии, то она просто погибнет. После ладья А7, ладья ФБ1, черная могут спокойно забирать. Ну и это взятие, размин ферзя на две ладьи. Белым, конечно, очень неприятно. Дело в том, что после ферзи Ф5, черный ферзь буквально пиратствует на королевском фланге. Нападает на пешку Д3, на пешку Ф2, угрожает мат в два хода. В общем, белые здесь быстро проигрывают. Если бы не слабость их короля, то такая позиция могла бы быть в их пользу. Поэтому Ян Непомнящий сразу ставит ладью на Б1. И в этой ситуации Дин Лежень совершает серьезную неточность. Лучше всего было сыграть ферзи Ф5. Идея постановки матов в два хода. Но здесь запланированная защита. Конь Ж1. Не только защищая поле Ф3, но и нападая на пешку Х3. Действительно, после блокирующего ладья Б7, пешку съесть можно. Очень интересная тактика. После взятия Ферзьем, двойной удар Ферзь Д5. И удивительное дело. У черных лишняя фигура, но сохранить ее они не в силах. Белые заберут, скорее всего, слона после примерного Ферзь Д7. И получат легко выигранную позицию с двумя лишними пешками. Поэтому после коня Х3 лучше отойти слоном на Д8, беря под прицел пешку Б6. Ну и в этом случае у белых перевес. Конь Ф4. Взяли на Б6. Забрали на Д5. Нужно размениваться. Взяли. Забрали. Эншпиль, конечно, очень приятный. У белых лишняя пешка на королевском фланге. Слабость на Д4 никуда не делась. Конь доминирует над слоном. Ну и, конечно, такое техническое окончание. Играть одно удовольствие. Кстати, мы подобную позицию с вами в вариантах еще встретим. Но Дин Лежень вместо хода Ф5 пошел слон Д8. Сразу напал на пешку. И, не помнящий, сделал очень точный ход ФБ5. Конечно, оба шахматиста понимали, что Эншпиль после размена Ферзей явно к выгоде белых. Давайте досмотрим этот вариант. Ладья Б7. Конь Ж1. Ладья А6. После ладья бьет Д5. Идет нападение на слона. Если забрать пешку, то там связка ладья Б5. Поэтому слон Е7. Ладья возвращается. Слон также. И после конь бьет А3. Происходит взятие. Взяли. Тут слоном бить или ладьей большой разницы нет. Ну, после слон бьет Б6. У черных хоть какие-то шансы еще остаются. Больше фигур на доске. Меньше ясности. Правда, после король Ж2 все та же позиция с лишней пешкой. Слабостью на Д4. Приятный Эншпиль, рассмотренный ранее. Но Дин Лежень, конечно, не был согласен на вот такой унылый для себя Эншпиль. И избежал размена Ферзей, сыграв Ферзь Ж4. Он создал угрозу матов два хода. Но объективно после этого передвижения Ферзя должен был очень быстро проиграть партию. На часах непомнящего оставалось здесь очень много времени. И российский гроссмейстер подумал над своим следующим ходом. Но все-таки лучшего продолжения не нашел. Ему нужно было дать очевидный шаг на Е8. И после единственного отхода забрать пешку, защитив поле Ф3. И избежав таким образом мата. Если попытаться отвлечь Ферзя ходом ладья по 7. То, конечно, берем на Д5. И сейчас ладья уже висит, потому что диагональ открыта. После ладья А, Б8 следует Ф3, отгоняем Ферзя. И тут даже не размен, а просто взятие на Д4 у белых целых 3 лишних пешки. Легко выигранная позиция. Но Ян Непомнящий забрал пешку на Д5. И выпустил очень существенную часть своего перевеса. Хотя, по сути, пока еще сохраняет выигранную позицию. Видимо, здесь Дин Ли Жень с облегчением выдохнул. И понял, что у него появляются шансы на спасение. Он использует свой ресурс отвлечения Ферзя. И играет ладья А5. Понятно, брать ладью нельзя, ввиду Ферзь Ф3, Ферзь Ж2 мат. Но лучше всего было сыграть Ф3. Предлагая переход в Эншпель. И далее, после ладья бьет Д5, ФЖ. Ладья Б7, Конь Ф4. Знакомая картина. Ладья Д6. Белые уничтожают пешку Х3. Происходит размен на поле Б6. Черные сохраняют одну пару ладей. Король Ж2. Конечно, это окончание уже не так приятно для белых, как то, которое мы рассматривали при пешке на Ф3. Но все же у черных также. Здесь очень мало шансов на спасение. Все та же слабость на поле Д4. Ну, а такая конфигурация белых пешек, в принципе, позволяет им создать проходную по крайней линии. Но Ян Непомнящий совершает еще одну, уже более существенную ошибку. Отходит Ферзем на Ц6. И вот здесь Дин Лежень, который тоже не находился в Цейтноте, отвечает ошибкой. Ему нужно было, наконец, забрать эту пешку на Б6. И после вынужденного взятия, скушать на Е2. В этой позиции, конечно, очень и очень большое напряжение. Все нужно было рассчитать очень точно. Посмотрите, после ладья Б8 слон подвисает. Черные могут сыграть ладья Е5, угрожая матом в два хода после Ферзь Е1. Белые забирают на Д8 шахом КХ7. И, наверное, Дин Лежень просто не поверил, что тут равенство. Действительно, у белых лишняя ладья, но они должны думать о защите своего короля. В то время как король черных находится в достаточно безопасной позиции. Если попытаться просто защитить своего короля, например, ходом ладья Ж1, то последует Ферзь Б2, и черные уже угрожают ходом ладья Е1. Поэтому шутки здесь плохи. Белым нужно отдавать ладью на Аш8, шах, и дальше уничтожить пешку на Аш3 с шахом. Черным лучше всего пойти на Ж6. Получается очень напряженная ситуация. Правда, уже не настолько острая, как та, которая была несколькими ходами ранее на доске. Но, тем не менее, у белых лишняя пешка совершенно не чувствуется. Очень активные черные фигуры. Черный король может быть эффективно прикрыт от флангового шаха ходом Ф6. Ну, а пешка Д3 явная слабость. Позиция объективно здесь равна. Но китаец также упускает свой шанс и играет ладья С5. Продолжает проводить всю ту же идею отвлечения Ферзя. И, наконец, тут Ян Непомнящий уже поставил Ферзя на Е8, дал шах. И после король Аш7 сыграл конь Ж1. Таким образом, избежав нападения черной ладьи, Ян Непомнящий за счет шаха черному королю сумел выгадать темп и защитить поле Ф3. В этом положении черным уже дорог хороший совет. Дело в том, что их фигуры на Ферзьевом фланге, прежде всего ладья и слон, стоящие на 8 линии, абсолютно скованы. Здесь День Лежене решил расстаться со своим слоном и как-то запутать игру. Но, конечно, если бы он не поступил столь радикально, то постепенно проиграл бы эту партию. Можно, например, с этой целью рассмотреть ход Ферзь Ф5. Защита пешки Ф7. Но белые играют Б7 и после примерного Ж6 просто забирают на Х3. Так можно поступить. Дело в том, что после взятия на Х3 следует взятие на Ф7 с шахом. Далее король Х8 или король Х6. Разницы большой нет. Ладья Е2 с угрозой линейного мата. Ну и дальше слон С7. Такой вариант. Шах взяли, забрали с шахом. Король Ж7, Ферзь Е7. Двойной удар. И черные здесь проигрывают. Поэтому китаец решил забрать на Б6 ладьей. Ну а непомнящий, конечно, скушал слона. Далее было ладья Б2. Ладья бьет Б2, ладья С1. Создавая, кстати, угрозу мата. Конь связан. Но очень точный и заранее предусмотренный ход Ферзь Х4 расставил все точки над И. Происходит переход в Эншпель. Ладья Д1, нападая на пешку. И Ф3. В этом положении, как вы видите, Ян непомнящий уже перешел контроль. А один Лежень, немножечко подумав, решил не делать свой сороковой ход и просто сдался. Тут, конечно, как и в предыдущей партии, в которой, заметим, у непомнящего тоже был лишний конь, нужно пояснить, что же было бы в случае того, если бы китаец продолжил борьбу. Если в этой позиции сразу забрать на Д3, то можно спокойно брать пешку на Х3, угрожая ходом король Ж2 защитить важную пешку Ф3. И сразу брать ее нельзя, потому что вилка и черная проигрывает. Поэтому лучше сыграть король Ж6. После Ладья Б4 белые заставляют черных уже забрать на Д3. Также забирают на Х3. После Ладья бьет Ф3, король Ж2. Оказывается, что пешку Д4 нельзя защитить. После Ладья Д3 следует еще одна. Вот такая вилка, конь Ф4. Поэтому отходить нужно подальше. Например, на А3 белые забирают на Д4. Имея лишнего коня, они, конечно, здесь постепенно доведут партию до победы. Проблем для гроссмейстера класса Непомнящего здесь абсолютно никаких нет. Вот такая очень напряженная, драматичная партия. В определенный момент Непомнящий мог буквально сразу выиграть, но выпустил свой перевес. Потом Дин Леже не пустил свои шансы. И в конце концов Непомнящий нашел шаг Ф8 и таки выиграл эту очень важную для себя партию. Другие поединки, когда записывается этот обзор, еще не закончились. Но абсолютно ясно, что как бы они не завершились, Ян Непомнящий остается единоличным лидером турнира претендентов 2020 года. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.